Масштабы погибших на войне настолько велики, что даже через 70 лет после того, как прогремели последние залпы, наша земля покоит в своих недрах останки погибших советских воинов. На прошлой неделе состоялся торжественный митинг, посвященный передаче останков бойца Красной Армии для перезахоронения на родину. Подробности в материале моих коллег. Торжественный митинг состоялся на территории мемориала на реке Курка. Именно в этом районе при полевых поисковых работах представители отряда «Кубанский рубеж» нашли останки красноармейца Ивана Никитевича Волкова. Раскопки проводились на территории Коржевского сельского поселения на правом берегу реки Курка. Останки были найдены во время проведения поисковых мероприятий на реке Курка. Мы работаем уже давно там. На этом участке мы нашли уже 36 воинов Красной Армии. Солдаты погибли при прорыве голубой линии и были, скорее всего, просто сплановый сброс трупов производился в окопы, в ячейки оборонительные немецкие. Останки красноармейца были идентифицированы по найденной фляжке с инициалами. Удалось установить, что она принадлежала Ивану Никитевичу Волкову, 1901 года рождения из станицы Бжедуховской, Белореченского района. Он погиб 18 июня 1943 года. Почтить память погибшего на митинге собрались представители администрации Коржевского сельского поселения, школьники, все те, кто хранит память о погибших воинах, защищавших русскую землю в годы Великой Отечественной войны. К собравшимся обратился председатель районного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Салмин. Останки земляка Белореченского района, но он и наш земляк, потому что он жил и будет захоронен на Кубанской земле. Низкий поклон тем людям, которым не безразлично судьба тех, кто не вернулся. Это К-95, это наш рубеж поисковый отряд, потому что эти люди, которые чтят память воинов, которые отдали свою жизнь за нас с вами. Присутствующие почтили память погибшего минутой молчания. После чего останки были переданы представителям совета ветеранов станицы Бжедуховской Белореченского района для последующего перезахоронения на родине.